С момента запуска программа нашла большой отклик у жителей края. В декабре прошлого года дети из Центров содействия семейному устройству были в полном смысле слова «на расхват». Например, команда «Спартак Приморья» пригласила ребят из Покровского интерната на тренировку. И это было настолько радостное событие, что потом, по прошествии месяцев, дети называли его «самым радостным днём года». Не менее запоминающейся была предновогодняя встреча ребят из детского дома с хоккеистами «Адмирала». Совместное катание, отработка приёмов, подарки, обмен номерами телефонов и установившаяся личная дружба. Спортсмены, по их признанию, получили не меньше положительных эмоций, чем дети. Малышей из Арсеньева принимали в пожарной части, а сироты из Дальнереченска познакомились с работой МЧС. Доброжелательные взрослые открыли целый мир, помогли определиться с будущей профессией. Многие захотели взять ребят на новогодние каникулы в семье. Всего же каникулярных пап и мам в прошлом году обрели 417 ребят. Кого-то взяли на выходные, кого-то на неделю, а кого-то на целый месяц. Теперь многие из родителей всерьёз подумывают об опеке или усыновлении. Ведь для большинства из них акция стала своего рода проверкой, призванной помочь в принятии окончательного взвешенного решения. Выпускница уссурийского детского дома Татьяна рассказала, насколько важно в Новый год ребёнку верить в чудо и добро, и как ему хочется быть с семьёй, где его ждут. Хотелось, когда маленькая была, я помню, мы даже мечтали много об этом. Когда вот совсем, ну, сколько мне лет, семь, может, было шесть, вот так вот. Прям много-много у нас Рита девочка здесь была, вот мы с ней в основном общались и мечтали вместе. Взять на время каникул ребёнка из детдома может каждый житель Приморья. Для безопасности детей рекомендовано получить согласие службы опеки по месту жительства. Для сбора документов потребуется немного времени, поэтому начинать подготовку к доброму делу нужно уже сегодня. Перечень документов невелик. Это справка об отсутствии судимости и состоянии здоровья, заявление, копия паспорта, письменное согласие совершеннолетних членов семьи. Более подробную информацию предоставят социальные работники. В новом гостеприимном доме дети быстро адаптируются и понимают, каково это – жить в семье, иметь обязанности, помогать маме на кухне или папе в гараже, вместе накрывать на стол. Вместе заботиться о доме и вместе отдыхать. Для всей семьи незабываемы совместные походы на горку и каток, визиты к родственникам, посещение кинотеатров и просто красивых мест. И, конечно, самый яркий момент – вручение подарков, о которых мечталось весь год. В прошлом году во время акции «Новый год в семье» больше всего детей забрали на каникулы из детских домов Артёма, Лесозаводска и посёлка Новошахтинский. Так 59 ребят из Лесозаводска встретили Новый год в семьях. На каникулы взяли 35. Больше половины всех воспитанников Центра содействия семейному устройству посёлка Новошахтинский. 25 детей из детского дома в Артёме не только радовались Новому году в семье, а стали опекаемы этими семьями. Напомним, на сайте администрации Приморского края работает портал «Дети Приморья», на котором публикуется вся информация о проекте, о социальных учреждениях Приморского края, информация об усыновлении и о том, как просто подарить кому-то счастливый Новый год. Максим Яковлев, Новости на восьмом.